Вас приветствует город Санкт-Петербург. Канал Юрэс Раша. Я ваш тренер Рашид Ицайд. Друзья, сегодня я вам покажу рывок сплинтов, тягу рывковую сплинтов и приседания фронтальные. Вперед на тренировку. Вот, друзья, сейчас я вам покажу рывок сплинтов. Сплинтов в рывок чем удобен, что вы можете сконцентрироваться. Сейчас я буду делать рывок от колен. Вы должны внимательно смотреть, что я буду делать, как рвать. Это очень хорошее упражнение. Есть пленты, они регулируются, можно выше, ниже. То есть, надо ниже колен рвать, от колен, выше колен. Это все делается для подрыва, для правильной постановки спины, для правильного, чтобы у вас все четко было. Смотрите, наблюдайте. Поехали. Вот, а вот колен. Начинаем ли спину. Вот, ребята, будете рвать сплинтов, у вас нормально будет. Подрыв хороший будет, потому что отрабатывать сплинтов, подрыв лучше всего. С висой это другое. С плентой это другое. Но я вам говорил, что в тяжелой атлетике очень много вспомогательных упражнений. Поэтому наблюдайте, смотрите, что я делаю. Даже если у вас подрыв вялый, даже если подрыв вялый, подсет должен быть очень быстрый. Это очень играет огромную роль. Если вы даже вяло подорвали, если вы быстро подсетите, то штанга там дома. Концентрируйтесь на весе. Поднимайте легко и непринужденно. Продолжение следует. Тяга сплинтов, это очень важно. Будет подрыв хороший у вас. Работайте сплинтов. Можно более тяжелые веса поднимать сплинтов. И очень правильно у вас движение как раз будет для подрыва, чтобы вы четко чувствовали его. Сплинтов работайте. И подрывайте мощно. Отлично. Ребята, что надо мужчине? Мужчине нужна сила, мужество. Красота пусть останется девушкам. А мужчины должны быть чуть-чуть красивее обезьян. Поэтому тренируйтесь, будьте сильными и мужественными. Тогда у вас будет настоящее мужское качество. Тренируйтесь вместе со мной. Я рад вас видеть всех. Я надеюсь, вы со мной тренируетесь, поднимаете свою силу. Ребята, пожалуйста, не волнуйтесь. Все нормально у нас. Виталик с Борисом просто занято своими делами. У каждого свои семейные дела, работа. Борис канал свой ведет, Виталий работает. Так мы будем, конечно, встречаться. Проводить совместные тренировки. Канал работает дальше. Не переживайте, все нормально, все хорошо. Пяти лет. Я хочу взять двух ребят. И сделать из них трансформацию такую же, как я сделал с Борисом. Борис ко мне пришел, ему 32 года. Он 50 рвал, 60 толкал. Через три месяца он 85 чисто рвал, 102 толкал. Поэтому смотрите сами, что происходит с человеком, когда он начинает заниматься тяжелоатлетикой. Человек занимался 15 лет фитнесом и 50 рвал, 60 толкал. Задумайтесь об этом. Где сила и где настоящая воля к победе и где вообще мужской стержень сидит. Тренируйтесь. Все виды спорта хороши. Но тяжелая атлетика это совсем другое, ребят. Поверьте мне. Эту тягу я посвящаю, ребят, вам. Нас 20 тысяч. 20 тысяч. Я очень рад. Я очень рад, что вам нравится тяжелоатлетика. Я с вами, ребят. Я вас очень люблю и уважаю. Вы у меня все вот такие. Молодцы. Я эту тягу посвящаю вам. Моим любимым подписчикам. Вы знаете, я о чем подумал. Я в 24 года завязал с тяжелоатлетикой, не занимался. В 24 года я ушел из большого спорта. А сейчас я смотрю, мне пишут люди, которым 32 года. Которым 30 лет. 27. 26. Такой возраст. Когда я завязал, сейчас наоборот начинают. Мне это очень радует. Ладно. Тренируемся дальше, ребят. Сегодня я тренировку посвящаю вам. 20 тысячам моих любимых подписчиков. И снова для вас. И вообще все я делаю только для вас, ребят. Тренируйтесь вместе со мной. Для вас посвящается эта тяга. Друзья, многие спрашивают, чем отличается фронтальное приседание от приседания на плечах. Во-первых, фронтальное приседание у вас укрепляет очень сильно спину. Потому что у вас центр тяжести смещен вперед. Поэтому фронтальное приседание, если вы хотите много поднимать, делайте фронтальное приседание. Вот видите, я делаю с лямками. Потому что мне тяжело подворачивать. Поэтому я делаю с лямками. У кого проблема с растяжкой локтей, суставов, делайте с лямками. Потом потихоньку растягивайтесь и дойдите до того, чтобы вы уже брали штангу. Желаю хорошей растяжки. Ребята, по возможности я всегда стараюсь отвечать на ваши вопросы. Не стесняйтесь. Присылайте. Мы для этого и общаемся. Для этого я и делаю канал, чтобы вам отвечать, помогать. Я очень хочу, чтобы люди занимались спортом. Поверьте. Без спорта никуда. Ребята, всегда держите спину ровно. Дотягивайтесь четко. Спина у вас должна быть прогнута сзади. Четко должны сидеть. В никаком случае не коробки. Не надо горбиться. Потому что так можете получить травму. или штанга просто упадет вперед и все. Всегда, ребят, на любом упражнении спину держите жестко. Спина должна быть всегда жестко. Во всех упражнениях. Любых. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Давай еще раз. Давай в сет. Сентября месяца. Сентября месяца. Вот шестиклассники. Тренируются. Давай. Покажи технику. Миша, Миша, ближе к себе. Сколько я тебе говорю. В парк. Зато Миша толкает. Зато он меня толкает лучше всех. Да? Да. С груди. На втором месте взяли. После меня, естественно. Вот сейчас, Евгений Русланович, ну-ка расскажи. Сейчас у вас будут соревнования какого вообще уровня? У нас в первенской школе нашей будет, это будет втянливо 19 и 20 декабря. Два дня будет соревнования. Первый день до 14 лет выступает, во второй день до 18 лет. Дети, ты принимаешь детей с 8 до 13 лет. Ну, с 9 до 14 мы принимаем детей. Здесь, в Приморском районе? В Приморском районе. Так, ребят, я вам ссылку дам на канал. Вот, подписывайтесь. Все молодые вот ребята, приходите сюда к Евгению Руслановичу. Вот они все шестиклассники, посмотрите. Никто штанги не боится, как вы мне там пишите, что спина болит или что. Ну-ка, пацаны, расскажите, как вы пришли вообще, как вы начали заниматься штангой? У меня, друг, любилось все лучше. Да, нравится? Нравится штанга? Да. Ничего не болит? Спина не болит? Нет. Сила растет? Да. Молодцы. Красавцы. Ну-ка, давай. А вы мой канал не знаете, да, по тяжелой атлетике? Чего не знаю? Мой канал. Нет. А вы в интернете лазите? Да. В ютубе лазите? Да. Канал Юра и Саша, тяжелая атлетика, это мой канал. Вот я вас сейчас запишу и выпущу. Мы будем на ютубе. И вы будете на ютубе. Мы будем звездами. Звездами ютуб. Да. Та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та. Нет, Сон, зачем вам? Пимушка? Хорошо. Молодец. Ну, а зачем цельки? Да ладно, не советят. Главное за вами. Та-та. вот собственный вес 57 на штанге 60 килограмм пожалуйста какой лучший результат 75-90 в каком весе когда весил 56 до 75 рвал 90 толкал молодец отличный хороший результат ты как пришел в штангу скажи многими видами спорта занимался потом папа по советски заняться штангой но и на штанге мне очень понравилось были разные подвижные игры не сразу штангу начал я таскать сначала фп шла подготовительная а потом уже потихоньку ну тебе помогает вообще в твоей жизни что сильно растет да я и сам высоту растет дату а то у многих такая такой разговор что от штанги не растешь нагрузки влияет на рост молодец молодцы ребята известно рывок выполняем вот совсем новичок видите что делает совсем новичок он сколько ходит с моим с вами с вами сколько полгода полгода уже поднимает 30 килограммов поднимают урывки 40 40 в толчке поднимая сам весит 40 килограмм вот не бойтесь штанги я все время это говорю на канале не бойтесь быстро падаем вниз руки включай молодец молодец давай звезда экрана Молодец Ничего Не старай Толчковая Нормально? Может 90 в один Давай давай Смотри Так И звезды до себя Вот сейчас Ничего Еще разок Ничего Ничего Все просто Угу 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 Что он там пробивает то? 70-90 Это кто? Его соперник? Да, его не соперник Но он с 2000 года Тоже 80 с лишним килограмм Весит Ага Вытолк Первый раз из-за головы Толкай Толкай Молодец Спокойно Спокойно Вот молодежь растет Вот летом Расскажите Вот вашим Вашим ровесникам Летом Как у вас Где вы проводите время Лагерь у вас какой-то есть? Лагерь Лагерь Луч Кормят Первый раз Питание Две тренировки В день Утром И вечером Утром Мы встаем Ага Потом Завтрак После завтрака Свободное время И после Ну там Пройдет время Тренировка первая Угу После тренировки Мы идем мыться Моемся Возвращаемся Опять Чуть-чуть Если есть время Идем на обед После обеда После тихого часа Полдень А после полдень У нас вторая тренировка Мы тренируемся Опять-таки Моемся Если есть там Свободное время Занимаемся Своими делами Играем в футбол Там В тренис Ну условия хорошие Да? Условия очень хорошие Понятно Вот ребят Слушайте своих ровесников Приходите на штангу На тяжелую атлетику Скажите Приходите на наш канал Юг. Давай по новой У нас нет Раша Ещё раз Смелее Ну вы штангисты Отписывайтесь на наш канал Ю Рэй Раша Молодцы Чтоб не боялись штанги ничего не боялись ну что ребят тренировка я думаю сегодня удалась она была легенькая я очень рад что вы меня смотрите что вы мне ставьте вот так пальчики ставите мне очень приятно ребят я буду работать для вас буду показывать тяжелую атлетику буду показывать рецепты ну в дальнейшем у меня есть кое-какие еще планы я буду выкладывать на канал следите дальше будет еще интересней рад вас видеть пока ребят пока